Икона – это священный образ, без которого трудно представить жизнь православного христианина. Слово «икона» имеет греческое происхождение и в переводе означает образ, рисунок или изображение лиц или событий, почитаемых священной историей. В иконе всё наполнено смыслом, каждая деталь имеет своё значение, при этом многие понятия обозначаются символами. Икона – это универсальный богословский язык, посредством которого Церковь несёт благую весть в мир, ведь принцип православного богословия состоит не в доказательстве истины, а в свидетельстве о ней. Не противоречит ли икона Второй заповеди, запрещающей изображать Бога? Нет, это противоречие кажущееся. Пророк Моисей, говоривший с Богом о неопалимой купины, предупреждал Израиль. «Твёрдо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на хореве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе из вояний». Когда же Бог Слова воплотился и стал видимым, то неизбежно стал и изобразим. Со временем в иконописи сложились общие стилистические закономерности. Одна из них – это так называемая «обратная перспектива», когда предметы не уменьшаются, а увеличиваются по мере удаления от наших глаз. Так получается, что икона – это окно в священный или сакральный мир, и создаётся ощущение, что не мы смотрим на икону, а икона смотрит на нас. При этом на иконе самое главное всегда пишется крупнее второстепенного, и в изображении могут сочетаться события, происходившие в разное время в разных местах. Бог есть свет, и в нём нет никакой тьмы, поэтому на иконе светоносно всё изображение, и падающие тени отсутствуют. Благодатный свет, излучаемый иконами, ощутимо передаёт и набытие, а пребывание святы в божественном свете в иконографии передаётся нимбам, окружающим их лики. Богатую символику в иконописи имеет свет. Красный – это цвет крови и жертвы, он также символизирует царскую власть и земное пребывание. Синий цвет означает чистоту, непорочность и избранность. Это божественный цвет. Зелёный – цвет святого духа, вечной жизни и вечного цветения. Белый – это цвет одежд праведников, он же означает и свет преображения. Чёрный – цвет тьмы и бездны ада, но этот же цвет означает и ярчайший, ослепляющий божественный свет. А вот цветом золота изображает горний Иерусалим. Великие иконописцы писали иконы как пламенную проповедь и как богословский трактат. В написании икон очень многое зависит не только от художественного таланта, но и от духовного состояния художника. При этом на Западе не возникло такой глубины понимания иконы, как на православном Востоке. На Западе иконы писали в основном для иллюстрации библейских текстов. В православии же икона всегда имела сакральное значение. Иконография основных образов православных икон сложилась уже к X веку. Иконы Спасителя, Богородицы, ангелов и святых с этого времени уже не менялись.